Девушки отдыхают Трагедии закрыли. В ходе расследования выяснилось, что директор заведения игнорировал необходимость обслуживания комплекса. Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». Его расследование окончено. Материалы направлены в суд. В ноябрьске полицейские задержали банду наркозбытчиков. Известно, что они работали в городе на протяжении длительного времени. Оборудовали тайник, в котором хранилось почти полкилограмма синтетики. Уголовное дело возбуждено по статье «О незаконном хранении и сбыте наркотических веществ». Все члены преступной группы взяты под стражу. Наркозбытчикам грозит до 20 лет лишения свободы. Человек пострадал при пожаре в жилой двухэтажке на Ямале. ЧП случилось 23 августа в поселке Уренгой. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, тушить огонь помогали подразделения Новоуренгойского и Пуровского пожарно-спасательных гарнизонов. По предварительной информации, пострадавший отравился угарным газом. Погибших нет. А 24 августа в Ноябрьске сгорел автомобиль. Машина вспыхнула во дворе дома номер 56 по проспекту Мира. По словам очевидцев, в огне пострадала «Лада Приора». Пламя быстро охватило весь автомобиль. На место прибыли пожарные. Спасти горящий автомобиль не удалось. На кадрах, снятых прохожими, видно, что машина выгорела полностью. Что стало причиной пожара, предстоит выяснять дознавателям. На Ямале заведено две сотни уголовных дел на пьяных водителей. Речь идет о тех автомобилистах, кто уже привлекался к ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, но повторно сел за руль пьяным. Окружная прокуратура сообщает, что за 7 месяцев этого года инспекторами задержаны 203 таких автовладельца. Но, как отмечают полицейские, несмотря на угрозу привлечения к уголовной ответственности, люди продолжают садиться за руль в состоянии опьянения. Напомню, за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии предусмотрена уголовная ответственность. Санкции статьи предусматривают штраф до 200 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет. Тем временем, за неделю в ноябрьске инспекторы ДПС задержали больше десятка пьяных автомобилистов. У шестерых опьянения подтверждено медосвидетельствование. Еще пятеро отказались от теста на алкоголь. Такие данные приводит городской отдел ГИБДД. Всего за неделю инспекторами зарегистрировано 637 фактов нарушения ПДД. 101 протокол составлен за неиспользование ремней безопасности, 14 за проезд на запрещающий сигнал светофора, 28 за нарушение правил перевозки детей. Сами пешеходы правила нарушили 75 раз. В ноябрьске грузовик с продуктами растерял часть товара по дороге на промзону. Из машины выпал ящик с колбасой, сообщают очевидцы. Палки сырокопченой и мясо в упаковке рассыпались по проезжей части перед кольцевой развязкой на промзоне. Свидетели дорожного инцидента сообщают также, что водитель грузовика потери не заметил. У меня к этому часу все. Напомню, стать мобильным репортером рубрики «Ноябрьск происшествия» может абсолютно каждый. Если вы были свидетелем чрезвычайной ситуации и смогли заснять происходящее на камеру мобильного телефона, фото и видео оставляйте в официальных группах рубрики и телеканала «Ноябрьск-24» ВКонтакте. Продолжение следует...